Добрый-добрый-добрый день всем! С вами сегодня ESETNOT и в этом видео мы рассмотрим установку нашей операционной системы Windows Vista. Вот у меня флешка с Windows Vista, но я хочу поставить редакцию корпоративную. Многие не знают, что есть редакция как корпоративная. На этот компьютер современный я хочу поставить эту редакцию. Говорят, что это редакция для офисов, для организации, ведь название само говорит. Не знаю как вы, но я не хочу его забывать. Энтерпрайз! Энтерпрайз! Windows Vista. Корпоративная редакция. Начинается от начальной, домашней, базовой, домашней, расширенной, бизнес и корпоративной и максимальной. Давайте посмотрим, что в нем есть. Это у нас поддержка до 128 гигабайтов оперативной памяти, два ядра, интернет игры все это присутствует, вот ограничения нету, родительского контроля. Из-за этого без родительского контроля. Если вам это некритично, можете установить. Далее у нас все остальное присутствует, отключены по умолчанию, это у нас дополнительные игры. Дополнительных игр нету, это как корпоративный сегмент и игры там необходимости нету. Интернет игры есть, допустим, а вот дополнительные игры нету. Windows Media Center по умолчанию нету, тоже отключено, нету его. Windows Ultimate Extras нету, тоже этого пункта нету. Флешка, USB флешка. Windows is loading files. Теперь выбираем язык. Здесь русский язык. Далее установить. Пожалуйста, подождите. Я принимаю условия лицензии, галочку и далее. Полная установка, обновление не доступно. Мы не можем обновить поверх него, если у вас висто стояло, значит вы не сможете. Теперь выбираем. Выбираем полную установку, дополнительные параметры. Сразу же вот у нас за резервированной системой удаляем этот раздел, удалить и удаляем локальный диск C, чтобы объединить разделы. Удалили локальный диск C и теперь у нас создается, создадим раздел на 100 гигабайтов, создать, применить. И на него начинаем устанавливать. Просто кликаем далее и у нас происходит копирование файлов операционной системы Windows Vista. Для продолжения требуется перезагрузка Windows. Кликнем перезагрузить сейчас, чтобы ускорить процесс перезагрузки. Microsoft Corporation. Подождите, продолжается настройка компьютера. И ждем. Здесь написано установка обновления. Дождемся установки обновления и завершение установки. Это ведь не так много времени займет. Перезагрузка выполнена. Повторное включение. Microsoft Corporation. Выберите имя пользователя и рисунок. Ничего себе, еще рисунок можно выбрать. Оказывается, круто. Теперь здесь выбираем имя учетной записи. Сделаем на английском. Enterprise. Enterprise. Так, здесь пароль не будем устанавливать. Картинку можем какую-то поставить. Можем картинку поставить шахматы. Вот пусть будет шахматы. Далее. Имя в сети. Имя компьютера. Например, рабочий ПК. Enterprise 1 пусть будет. Здесь картинку задний фон меняете. Очень красиво. Можете поставить любую картинку. Используете рекомендуемый. Часовой пояс. Дата и время. Спасибо. Пуск. Подождите. Идет проверка производительности компьютера. Теперь Виста, 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 Виста. Windows Vista. Правильный выбор. Подождите. Идет проверка производительности компьютера. Снизу вот такой вот пусток идет. А здесь вот эти надписи будет медленно появляться и медленно исчезать. Это очень-очень-очень красиво, друзья. Подготовка рабочего стола. Снизу надпись Windows Vista Enterprise. Это уже говорит, что мы корпоративную редакцию установили. Теперь давайте посмотрим, что есть. Вау, как красиво. И сразу же гаджеты появляются. Очень-очень красиво. Центр начальной настройки. Здесь вы можете настроить ваш компьютер. Основные настройки вы можете здесь выполнить. Так, новейшие содержимые. Нет. Давайте вот эту справку и поддержку закроем. Так, теперь мы видим здесь у нас часы. Часы. Здесь с правой стороны новости, а также картинки слайд-шоу в виде слайд-шоу. Это у нас наши гаджеты. Очень красиво все это выглядит и приятно. Самые стандартные гаджеты, которые присутствуют в других редакциях. Windows Vista. Давайте учетную запись добавим на рабочий стол, а также отображать на рабочем столе компьютер. Правой клавишей свойства. Windows Vista Enterprise. На английском языке написано Enterprise. Это у нас корпоративная. Дальше у нас три дня до активации осталось. Теперь давайте откроем пуск, панель управления и посмотрим удаление программ. Ничего нету. Чистая операционная система. Ничего нету. Просмотр установленных обновлений. Четыре обновления безопасности все же присутствует. Пуск, панель управления, система ее обслуживания и здесь администрирование. Службы и посмотрим, какие службы. Контроль учетных записей ругается. И здесь мы видим сразу же это у нас DHCP, DNS, Microsoft Net Framework, вручную в Net Framework NGEN. И вот у нас отключен общий доступ к подключению к интернету ICS. Остальные пункты переведены вручную и уже здесь побольше служб. Центр обновлений Windows, цветовая схема. Здесь темы все же присутствуют. Давайте откроем правой клавишей персонализации. Дальше у нас фоновый рисунок рабочего стола. Хочу посмотреть, какие есть. И видим самые обычные картинки, которые присутствуют во всех редакциях Windows Vista. Вот наши картинки. Приятно мне вот допустим вот эту картинку. Хочу посмотреть, как она выглядит. Кто Vista использовал, они им эти картинки уже поднадоели скорее всего. Вот наши картинки любимые. Окей. И смотрим. Я хочу увидеть тему. Может быть новые темы есть? Нет. Есть Windows Vista стандартная и классическая есть тема. И все. Больше ничего нет. То есть Vista и классический. Все. Новых тем нет. Хотя бы к каждой редакции они что-то новое добавляли бы. Какие-то плюшки. Свои темы может быть. Тогда пользователи больше бы разные редакции использовали бы. А так они очень сильно похожи друг на друга. Отличие там некоторые изменения всего всего лишь. Все программы игры. Видите игр нету здесь. Только обозреватель игр. Косынка, сапер, солитер, шахматы нету. Вот видите только обозреватель игр. Только интернет игры. Панель управления. Давайте попробуем его включить. Давайте программы. Включение или отключение компонента Windows. Продолжаем этот пункт. И здесь мы можем включить игры. Вот видим игры. Все игры которые есть мы их можем сразу же включить. Чтобы Windows Vista корпоративной были эти игры. Ведь многие пользователи в офисах хотят играть. Когда нету работы. То вот можно отлечься вот этими вот играми. Поэтому их можно вручную здесь включить. просто выражение. Давайте откроем папку изображения. Вот наши картинки. Самые стандартные картинки. Можем отсюда же их сделать как фоновое изображение. Компьютер. Локальный диск C. Наши папки. Теперь давайте нажмем Ctrl Shift Escape. Процессы службы быстродействия. Здесь у нас наш процессор нагружен на 9,8,12%. Сейчас скорее всего из-за того что игр добавляет. И оперативную память грузить на 1 гигабайт. 61 гигабайт. 600 мегабайт. Windows Vista. Редакция. Редакция Enterprise. Microsoft Windows. Версия 6.0. Сборка 6.002. Сервис Пак вторым обновлением. Самым последним. Вот такая вот Vista друзья. Корпоративная. Еще с последними обновлениями сервис Пак 2. Работает ну очень даже. Очень даже неплохо. Он почему-то долго настраивается эти игры. Почему же так медленно занимает это. Я не знаю. До сих пор не может включить компоненты игр. Здесь можно посмотреть и другие пункты. Допустим дополнение Marketplace. Webuzil Windows. Обслуживание можно посмотреть. И так далее. Вот они игры появились. Видите. Вот сразу же только что игры появились. Это у нас шахматы. Маджон Титанс. Пюрбл Плейс. Инкбол. Косынка. Обозреватель игры. Паук. Сапер. Солитер. Черви. Допустим вот черви можем поиграть. И сразу же начать играть. Кто любит игры играть. То вперед друзьям. Играйте. Отличные игры. Вот. Или еще вот допустим мы можем поиграть Inkball. Вот такой вот игра. Я не знаю эту игру друзья. Вот знаете вот не играл. Вот. Ну вот. Примерно так вот. Да. Вот. Inkball. Теперь еще можете шахматы. Вот. Кто любит шахматы играть. 6 Титанс. Вот. Окей. Вот новичок. И начинаем играть в шахматы. Иногда играю. Любитель поиграть шахматы. Так. Вот и все друзья. Вот таким образом мы установили Windows Vista. Корпоративная. Отличная редакция. Которая подойдет для большинства пользователей. Не думайте что это для организации. Его можно и поставить на домашний компьютер. И пользоваться всеми прелестями. Все работает прекрасно. Ничего не глючит. Отличная редакция. Пользуйтесь. Альфа. Уважаем. 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 У